Всем привет! Я Наталья Фатеева. Вчера, 12 июня, на марше Голунова в Москве был задержан мой сын Дмитрий Архипов. Одним из первых, всего задержанных было более 400 человек. Схватили Диму без пятнадцати час дня, катали в автозаке до трёх, потом аж без пятнадцати шесть начались только допросы и расспросы, и в десятом часу он был освобождён до суда. Дима по образованию тележурналиста, естественно, в стороне от такого политического события не мог находиться. Мало кто сейчас помнит, кто такой был немецкий пастор Мартин Мюллер, но эту его фразу, наверное, знают все, хотя немногие и руководствуются. Когда пришли за коммунистами, я промолчал, я не был коммунистом. Когда хватали социал-демократов и профсоюзных деятелей, я смолчал, я не был социал-демократом и профсоюзным деятелем. Когда хватали евреев, я смолчал, я не был евреем. Когда пришли за мной, уже некому было заступиться. Диму взяли во время исполнения гимна России. Лучшая воля, великая слава, Твоё достояние на все времена. И вот тут, во время исполнения гимна, его и задержали. В момент задержания попал в прямые трансляции. И возможности для прохода нет. Женя, мы видим сейчас кадры с задержаниями. Да, Женя, мы видим кадры с задержаниями. Были среди задержанных и более нелепые случаи. Вот человек работает в ресторане, вышел на перекур и был задержан. Когда курение реально вредно. Я просто так хватит по вашему. Смотрите, с какой он, я же с вами с тобой. Нет, я просто сидел, стоял, курил. За что? Барень работает вот в этом ресторане. За курение в общественном месте задерживается. Это и остальные видео предоставлены Димой. Всего в этом автозаке было 26 задержанных. А в остальных машинах заключенные тоже ехали стоя. В какой стране мы живем? Ну ты че? Здравствуйте. Здравствуйте. За что у нас? Похож. Да, их стража два дома. Все, забрали? Это мужское автозак. Бладшие. Обратите внимание, какие требования выдвигали собравшиеся на марше. И что зафиксировано в протоколе задержания. Я смотрела прямую трансляцию. И ничего подобного тому, что было написано в протоколе, я лично не видела. Помимо того, что я мы и вам будем. Все. Не тратите подбрасывать наркотики. Тогда никто не будет гулять так. Вы сами организовали это. Вы сами организовали это. Отпустите тех, кому вы подросили наркотики. Даним возразили наркотики. Даним возразили наркотики. «Все%, они его взятыezли наркотики». Следом, что «Все% vontade, у нас все в порядке». Свободу полицию включаете. Свободу полиции включаем! Свободу полиции включаем! Добро пожаловать в митинг! Перед зданием парламента Исландии лежит расколотый камень, монумент к гражданскому неповиновению, на котором написаны слова из Декларации прав граждан 1793 года о том, что если правительство нарушает права людей, то восстание – это их священное право и обязанность. Кстати, нам, наша Конституция, это тоже позволяет. Обратите внимание на какое-то неимоверное количество Росгвардии и сотрудников ОМОН. Насколько мне известно, санкционировать этот митинг отказались как раз по причине невозможности организовать порядок силами правопорядка. Еще мне любопытно, почему до сих пор ОМОН называется ОМОН, а не ОПОН. И более того, я бы его ОПОП назвала, потому что это отдел полиции особого предназначения. Молодые мальчики, которым, видимо, платят достаточно зарплаты изотнятых пенсионеров денег, по большому счету нарушают Конституцию. И когда сущая власть падет, каждому из них придется ответить. Одумайтесь, ребята, вспомните слова немецкого пастора. Возможно, когда за вами придут, уже просто будет некому за вас заступиться. Все фото и видеоматериалы предоставлены в интернем архиве. Ссылка на его канал в описании. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА